я сейчас буду прям прям быстро мне пожалуйста слайды включите последнее время я работаю в основном с аллопециями и с онкобольными у которых аллопеция вот такая когда выпали волосы от химиотерапии это я это меня вот так вот обработали то есть люди у которых выпали волосы они становятся ну как минимум некрасивыми ресниц бровей волос когда нету эта проблема я вижу много людей которым испортили то есть у них так все плохо еще и нарисовали брови на середине лба там не знаю вот какое-то безумие поэтому я призываю всех прежде чем начинать работать вот с такими людьми это на самая сложная категория людей с которыми вам предстоит работать наверно кто вообще сталкивался с такими людьми уже работали да то есть права на ошибку нету волосиками не прикрыть челкой ну там конечно парики одевают но если это мужчина то это вообще прям катастрофа но не может закрасить это да поэтому не следующий слайд пожалуйста какие бывают эскизы и вообще в принципе когда мы работаем с например мужчинами я считаю что растушевка совершенно неприемлемо вообще и в принципе растушевка даже на женщинах у которых нет ни единой волосинки это не то что должно быть я допустим с растушевкой многие из вас тоже с растушевкой но это возможно потому что у нас есть какие-то там волосики и какой-то объем создается как я считаю что волоски должны быть у тех людей у которых бровей нету и вот на этом примере вы можете глянуть посмотреть что смотрится ну как минимум нелепо да вот это вот тень на бровях даже если она такой же практически формы как и вот волоски это почему это потому что нет объема нет распределения нет лохматости вот ну короче вот этого всего что делает бровь живой следующий пожалуйста слайд а в чем отличие от аллопеции и а это кстати про про нет права на ошибку вот эти слайды про щелкайте мне пожалуйста все фотографии это работы чтобы вы понимали выпускников наших онлайн курсов они не получили диплома это экзаменационная работа ну понимаете да таким людям я считаю нет места в профессии в принципе люди ленивые люди не хотят тренироваться когда я говорю наш ну вот даже перед обучением вы должны сделать от ста пар бровей прежде чем да ну потренируйтесь нарисуйте шары нарисуйте бутылки потом рисуйте уже брови вы на себе их рисуете вот такие работы ко мне приходит исправьте меня я говорю я не могу надо удалять и удаляется это там не знаю полтора года вы же понимаете что это не быстро закончились вы видите брови не на месте они выше они ниже они не на той площадке они не той формы они маленькие они слишком большие короче это все то что людей уродует уже прямо окончательно которому так плохо вы помните да тут один другого лучше это не все это даже не самые ужасные так вот это qr-код верните его назад пожалуйста вот давайте переходите или скриншоте там есть наши стандартные знаменитости которые мы стерли брови и на которых вы можете тренироваться если у вас есть планшеты например айпад например samsung со стилусом например может телефон даже в телефоне так удобно рисуйте на них брови потому что найти их в интернете вы можете посмотреть как было как правильно вы можете делайте то же самое тренировки наши все от не знаю про эскизов на каждого из этих там и мужчины и женщины есть вас выкинет на яндекс вы можете скачать эти фотографии можете их распечатать и тренироваться карандашиком тоже что нет в принципе можно и так и так кому легче кому как легче так и следующий слайд эти работы она не одни из последних я их выставляла в инстаграм про площадку как ее искать вы должны заставить вашего клиента шевелить бровями кстати вот это одна из основных болей мужчин которые с аллопециями это то что нет мимики и вот он конкретно он мне говорит ягод как как будто пропал меня люди не видят я стесняюсь я перестал работать это вот когда брови выпали после химии терапии какая особенность после химии вы должны нарисовать так же как было максимально вот были у него странные бровки рисуйте такие же потому что когда отрастут свои они отрастают через полгода через год иногда не отрастают потому что вы здесь больше уже года прошло после химии они не выросли какие-то там небольшие палочки выросли но должно быть максимально похоже поэтому почему я говорю знаменитости берете их фотографии и рисуйте точно так же не симметрично мужчина это всегда не симметрично моя первая ошибка не знаю есть у меня много ошибок потому что я все время что-то меняю это абсолютно симметричные вылизанные волоски на как будто отзеркаленные слева и справа там вот эти все полностью симметричные хоть и вроде мужские брови но смотрятся они крайне или нелепо потому что симметрии в лицах нет потому что посмотрите на своего мужа на своего сына на вон ангеле посмотрите у него кривые брови если мы ему сделаем абсолютно симметричными он будет в печали потому что будут смотреться странно и следующий слайд это люди с аллопеции у которых бровей не будет то есть чудес не бывает все люди с аллопеции с которыми я работала а их много я выставляю не всех ну как бы короче их больше чем я выставляю брови не вырастают волосы если начали выпадать они выпадают и больше они никогда не вырастают какие-то есть ремиссии короткие когда выросли тут же опять выпали какие-то сложные лечения которые не помогают и тут мы можем уже нарисовать что-то другое они очень часто боятся поэтому у меня тоже есть такой скелет шкафу и не один когда я говорил да ты чё там уйдет 70 процентов и он такой корки сошли он говорит стало ярче как мне с этим жить я же блондин и у меня не было волос долго и я такая ну давай придем осветлим там вот лазером пройдемся то есть потому что им тоже некомфортно и я призываю вас во первых рисовать все-таки что-то светлое на первой процедуре во вторых приближенная все-таки к тому что было если вдруг у них брови были потому что много людей у которых два года выпали там шесть лет там дети есть у меня тоже дети есть которые с которыми я работаю и там привязаться не к чему что я делаю в таком случае я прошу если это дети я прошу родителей фотографии там как у папы брови растут как у мамы вот что-то соединяю и ставлю как мы ищем а можно еще раз включить чтобы шевелили они бровями у нас есть площадка для бровей она определяется в мимике то есть когда брови клиент поднимает ваш хмурится смеется определяется четко площадка на которой вы можете работать не нам грамм выше вообще вот она может ваши брови если они широкие кустистые у меня такие тоже есть клиенты она может выбрать бровью можете занять всю площадку но ни в коем случае не поднимайтесь выше морщина которые образуются вот когда мы шевелим бровями то есть это мышечная вот эта площадка которая туда-сюда ездит особенно у мужчин женщины конечно просят мне повыше но это тоже часто смотрится нелепо когда вот эта совпадина снизу и как бы такое пустое место а потом идет бровь ну со временем эти люди приходят тому что надо удалять и рисовать нормальную бровь на которую не обращают внимание то есть наша задача какая чтобы человек когда шел по улице ехал в метро на него не смотрели вот так как на инопланетянина потому что у нас до сих пор думают если это лапеция то что очень больной надо от него в сторонке надо спросить что там с тобой такое и кстати тоже одна из причин почему я ушла от схем я сегодня еще об этом скажу это вот это абсолютная одинаковость левой и правой брови когда все волоски на одном расстоянии и что хочется подойти рассмотреть потрогать то есть а должно быть так что ну бровь и бровь ты прошел не заметил человека а и следующий слайд не пожалуйста вот это одни самых ужасных бровей с которыми я работала они очень широкие его за моя задача была сделать их такими же широкими и такими же яркими и я чуть не сошла с ума он был счастлив а я чуть не сдохла там от этой работы потому что вы же понимаете мы кожу еще и растягиваем там просто еще в два раза вот такая вот бровище и ему было все мало-мало давай еще ниже я же помню они у меня вот тут ниже глаз но видите вот как он доволен и я кстати выставляла его зажившего он не смог приехать он говорит мне все нормально я говорю там жучу ладно короче симметрии нету в наших лицах площадку определять понятно да понятно едем дальше вот она видите хорошо четко видно мышечная вот это вот обрамление обрамление следующий слайд пожалуйста пробьем вот эта ошибка которую я с ним совершила он у меня был давно он ко мне приехал я рисовал эту безумно широкую широкую бровь очень долго и ему было мало и почему я вот эти как у ленки ввела потому что я решила что вообще надо рисовать вот как есть прямо вот прям заштриховывая прям середину закрашивая потому что я до этого долго смотрел дучу за херня мне не нравится вообще эти работы которые все выставляют вот эти вот идеальные вот полосочки да а и у меня еще был клиент он мне я ему нарисовал брови он был доволен потому что у него в принципе ничего не было до этого но на коррекцию ко мне приехал говорит а можно мне не такие как бы длинные эти волосики рисовать что я старалась я рисовала вот отсюда вот до хвоста соединяла их красивые связки а он говорит мне вот так чтобы торчали вот что потому что трогают подходит спрашивает что это такое вот и я с него я начала рисовать там непонятные разно разномастные и закрашивать середину потому что что такое реализм это объем и что такое вообще в принципе бровь это бром как бы тоже такая не знаю субстанция которую с расстояния в метр вы воспринимаете как объемное что-то а бровь она объемная особенно у мужчин она объемная потому что волоски густые складываются вот в такой козырек да ну наверняка замечали и вот этот козырек это что такое это блик который падает сверху то есть у нас освещение всегда идет сверху самая яркая часть сама освещенная даже если это брюнет у него все равно вот эта вот часть она будет бледнее да если это блондин то еще и выгорают волоски там можно и белого добавить потом идет самая темная часть то есть это нависающая максимальная часть там где тень падает и плюс вот это вот максимальная густота волосков и опять снова вот по нижней части ну там что-то как это Когда это рисунок, это называется рефлекс То есть это отражение света снизу А в нашем случае это более редкие волоски И опять, ну, как бы светлая кожа, которая начинается, просвечивается сквозь волоски И чего я пыталась добиться, это объема, то есть вот этой яркости И вот та процедура первая длилась у меня У меня тоже бывают длинные процедуры Три с половиной, что-то такое, часа Вот эта процедура длилась раза в два быстрее И он такой офигел, что, да, все, серьезно, все, что ли Я тут спал, болтал, короче, у нас вот так вот проходят процедуры Гораздо быстрее, почему? Потому что в середине я не рисовала вообще никаких волосков Я просто вот так вот красила, вот прям закрашивала Потому что до этого я смотрела много работ татуировщиков, мастеров Которые рисуют реалистичные, совершенно потрясающие портреты на телах, да И там есть брови, и там ни один дебил не рисует вот эту волосиночку вот такую вот идеальную, да Которая соединяется красиво в какой-то супер узор Кому это надо? Там какими-то пятнами они рисуют И они смотрятся реалистично Я подумала, все, я работаю в другом направлении Мне не надо учить постоянно мастеров, которые не могут, которые медсестры, у которых не получается Из-за которых вот эти все схемы, в общем-то, и придуманы Я дам вам сегодня схемы все равно, потому что начинать с них все-таки проще Потом вы придете вот уже вот к этой вот живописности Ну давайте следующий слайд Я сейчас трачу Раньше я тратила время на эскиз там 5-7 минут Ну такой накидал, заштриховал Вот тут у тебя будут брови Они такие Да, ничего не понятно Сейчас я рисую эскиз минут 30-40 Потому что я рисую его таким, какой он будет, когда я закончу работу Ну вот максимально приближенным То есть у него, вы видели, да, у него нет ни одной волосинки Но эскиз у него смотрится, он такой Опа, да, это я, я себя узнал То есть если я нарисую ему тенями растушевку, ему непонятно Если я нарисую рамочку, ему непонятно Плюс вот эта проблема, когда заживает ярче, чем хотелось Все-таки наверняка вы все с ней встречались, сталкивались Потому что кожа штука непредсказуемая Иногда ты чуть глубже, там с эпидермисом вот эта толщина не угадал Там заглубился, может быть, где-то И получается ярче, чем хотел Надо всегда, чтобы было бледнее, чем хотел На коррекции всегда можно доделать Ну как бы я всегда об этом говорю Во время рисования эскиза можно Вот видите, да, это одинаковый абсолютно эскиз Больше вам скажу, это одно и то же Просто мне дизайнер сделал все волоски черными Это один и тот же рисунок Вы видите, насколько по-разному он смотрится И ширина в том числе Потому что ширина здесь тоже абсолютно одинаковая Ни на йоту вообще ни выше, ни шире И там, и там они объемные Ну вот, допустим, Руслан мой, который вот тот вот яркий брюнет Он был бы счастлив и сказал бы мне Да, да, мне черный, я вот так и хочу И я бы его поняла, да А вот этот, он сказал Я блондин, у меня было три пера вообще И болит, что у меня уже пять лет нет волос Мне, пожалуйста, побледнее И мы должны на этапе рисования эскиза Понять друг друга То есть я должна понять, что он хочет Потому что когда мне клиент звонит и говорит Мне так ярко, я не могу, что мне делать Я говорю, запудрить тоналочкой Это же мужик С женщинами все-таки проще изменить Там себя они могут, подкрасив Запудрив, вот что-то там закрасив Вот, с мужчинами надо прям очень осторожно работать Поэтому эскиз теперь я рисую долго И это такая самая сложная, творческая, можно сказать, часть работы Потому что пигмент вносить в кожу вы все умеете Так или иначе вы все делаете уже долго растушевки Да? А сейчас я вам тоже покажу сегодня процедуру Я перестала рисовать вот эти волоски Вот эти идеальные Веди волосок до восьми, считай в голове Там было такое Следующий слайд, пожалуйста Поэтому вот на этом этапе мы договариваемся Какая нам нужна яркость И я ему все равно говорю Возможно, будет бледнее или ярче на коррекции Как я веду волоски? То есть виды создания волосков В принципе, я всеми этими движениями пользуюсь Первый волосок, он с той скоростью, с которой я, в общем-то, работаю Это сплошная линия, ее использую я Вот сейчас уже почти никогда Но там в середине, где мне надо максимальную яркость дать Я использую Вот эта линия, она самая опасная Потому что чаще всего даже я заглубляюсь Когда ты ведешь сплошную линию Рука дрогнула В середине ты взял как бы и поднадавил там Или, ну короче, самая опасная Вот эту линию я использую часто То есть такие напыляющие Раньше я делала сплошной проход А потом еще один, а потом еще один И ты не попадаешь У тебя двоится-троица линия И она из-за этого плывет Потому что когда кожа разрушена вокруг То есть вот почему спрашивают Расплывется, не расплывется Ничего там не плывет Растушевка не плывет И это все тоже не плывет Если правильно внесен пигмент в кожу Поэтому основное движение, которым я работаю Это вот сейчас последнее, которое на экране Такие напыляющие движения Почти растушевка То есть если вы умеете делать растушевку У вас не будет проблем с волосками Если вы не заглубляетесь Все Вот это движение, оно очень легкое Вы можете его прям начинать практиковать И сейчас вот в следующем видео Сразу его включайте, пожалуйста Я вам покажу, как выглядит тренировка Я перестала рисовать идеальные волоски Вот эти прям ровные Мои волоски сейчас Они странной формы Странной конфигурации Потому что на самом деле Единичные классные тонкие волоски Должны быть только вот здесь вот в головке Три штуки И вот здесь вот в изломе Еще три Все остальные Вот приглядитесь На большом экране видно Они вот такие вот Потому что наши волоски на бровях Они сливаются в пучки Они не длинные Вот эти все бесконечные волоски Которые проходят сквозь бровь Перестаем рисовать По возможности Либо рисуем их вот такими движениями Кстати, да, чтобы не заглубляться Потому что раньше я тоже вот так учила И старые видео на YouTube Мои как раз такие Вот это пучки То есть такая, знаете, получается травка Вы когда рисуете На латексе тренируетесь Трава, которая слилась в пучки Разной конфигурации Самое главное Чтобы кончик самый Верх и низ Вот у этого пучка Я даже не могу сказать, что это волоски Потому что это все по сути пучки И из этих волосков Нынче состоят все мои брови Я исправлюсь Где-то мой муж ушел И теперь я буду выкладывать много видео У меня очень много видео отснято Вот сейчас после конференции Я их, мы начнем монтировать Я буду выкладывать Вы посмотрите все это дело на практике Посмотрите, какие странные пучки я рисую С дырочками в середине Разной формы Треугольные Самое главное Чтобы верх и низ были тоненькими Вы можете их наклонять в любую сторону Потому что, ну как бы понятно, да Все-таки, что влево-право волоски наклонены Так или иначе В вертикальной в головке Может быть еще немножко Вот такое направление Ну про направление я дальше тоже покажу Какие бывают соединения Вот эти вот в конце Самые распространенные соединения волосков Они могут быть короткими Если вы нарисуете много коротких волосков Так или иначе Они у вас на брови сольются И будет выглядеть, как будто вы нарисовали Вот эту сложную схему Но на самом деле бровь будет более заполненной И более реалистичной Вот запомните Вот реально Это просто то, что я откатала Это прям самые ходовые волоски Которые потом превращаются Вот в эту сложную рельефную бровь И на вот такой широкой брови И на вот узкой женской Следующий слайд, пожалуйста Эта бровь пока Посмотрите, я молчу, да Как я ее рисую Те же самые травки Которые я до этого показывала В три ряда примерно Если бровь широкая Состоит из нижнего ряда Среднего ряда И верхнего ряда И так гораздо проще не заглубиться И создать более реалистичную бровь Чем она выглядит Когда мы применяем Вот эти вот схемы С идеальными в виде волосок С 4 на 5 Вот туда вверх О них тоже расскажу Обратите внимание Я стараюсь делать Более-менее тонкие волоски Снизу вверху А в середине Это просто вот растушевка Которая странная разной формы И она разной насыщенности На самом деле Кто-то из вас есть? Художники? Мало, да? Мало, мало Вот художники знают Что мы добиваемся Вот этих вот каких-то объемов Уплотнением То есть у нас яркий плотный штрих Потом полупрозрачный Потом опять плотный Потом пустота Обратите внимание Что в середине тоже есть пустота Это те самые блики Или может быть Когда волоски не слились вместе И кожа просвечивается То есть уже нет Вот этой вот надобности Делать вот эти идеальные волоски Которые ты боишься перекрестить То есть все вот эти вот Соединения в пучки Это и есть уже условно перекрещенные волоски В середине Ну короче Я дальше тоже покажу схемы Их можно использовать для того Чтобы понять Где волоски меняют направление Потому что Ну не у всех они растут Вот сейчас модно укладывать брови Я много вижу женщин Вот с такими вот Красиво Как веера Распушеными бровями Но в жизни такие Ну свои Встречаются редко Свои красивые брови Которые не испортили пинцетом И где вот это вот Изменение направления Роста волосков Вы смотрите Либо выбираете Либо если перед вами Абсолютно пустая кожа Вы рисуете так Как вам удобней Либо вы вот это Повторяете на брови Если она такая жидкая Знаете Ну Не особенно есть смысл Рисовать волоски На очень густых бровях Может быть парочку Там в каких-то местах Мы сейчас говорим О лицах На которых бровей нету По тем или иным причинам Поэтому Изменение направления И насыщенность Регулируется вами Про акценты Я тоже дальше расскажу И покажу Что мы делаем Первый проход И я если успею Покажу вам это на видео Мы просто вот так Закрашиваем бровь Мы таким образом Фиксируем эскиз Более того Вы можете протирать Проверять постоянно На втором проходе Мы расставляем акценты То есть если у нас Яркость максимальная Сосредоточена в середине То вы просто там Плотнее красите Либо второй вариант Вы берете более темный пигмент Вот как бы Из этой же оперы Такого же тона То есть допустим Светлый русый И каштан Не особо подойдут У них основы разные Светлый русый И допустим Брюнет из нашей линейки Больше подойдут Потому что они Тот более прохладный И тот и тот желтый Нельзя взять Шатен допустим Потому что ну как бы Смысла нет Это должен быть Такой насыщенный цвет Который даст нам В середине Вот эту рельефность И тут же вы можете Там художество применить Но это кстати Стало прям Гораздо быстрее Чем раньше То есть вот эти все волоски Которые я прорисовывала Потом я в них же попадала Потом я когда стирала Бывало часто Что там ничего не осталось Потому что я боялась И у меня Не лег пигмент Потому что я боюсь до сих пор Я ошибаюсь до сих пор Как я вот говорю В своих трансляциях Все ошибаются Это нормально Идеальных не бывает И лучше Вы ошибетесь в ту сторону Когда меньше остаток И когда вы не заглубились Если вы прорисовали идеально И зафиксировали полностью бровь То тогда вы можете Начинать прорисовывать Вот эти акценты Более яркие части В середине брови Тут конечно все ускорено Давайте Скорость на машинке Я работаю все время На скорости где-то 6-6,2 Вот прям Последнее время Я еще совсем не меняю Я для себя выбрала Самую удобную скорость Смотрите Очередность распределения волосков Можете сфоткать Вам это пригодится По цветам я раскидала Понятно Первый волосок Вы прорисовываете Тот, который у вас Меняет направление Либо он Как бы акцент Место в котором Собрана максимальная яркость А второй Зеленый То есть это уже Как бы вы фиксируете форму Условно прорисовываете Это конечно Более долгая работа Ее вы можете практиковать На латексе Кто-то будет долго Еще и трепетно любить Все равно вот эти схемы рисовать Я не говорю Что я вот сказала Сейчас рисовать Вот так полурастушевочно И все начнут это делать Не у всех будет получаться На мой взгляд это проще Но вы должны попробовать И я безусловно Должна дать вам И тот и тот вариант Вы сами выберете кому как легче Сфоткали да? Давайте следую А подождите Ну ладно Там внизу видите Это основные связки Которыми я работала На этой брови Как они выглядят Следующий слайд Ну то же самое Это азиатская схема Кстати Эти брови Я рисовала в планшете И это одна и та же форма сверху Просто я ее прорисовывала По разному волосками Вот здесь про акценты Вы видели там были Мне кажется я дышу И тут вот этот вот звук дурацкий А так меня слышно? Хорошо? Что все умерли? Все со мной тут? Акцент снизу Часто бывает нужно Не поднимать бровь А опустить ее Вот сегодня Или когда? Сегодня у Саши будет девочка Модель Очень красивая азиатка И я ее такая Отдала со скрипом ей Просто не нашли модель У нее надо будет Именно делать акцент снизу Саш Ты ее еще не видела? У нее очень высоко был сделан Старый татуаж Его почти уже не видно Хвосты там ей удалили Но брови были расположены Настолько высоко Просто высокий лоб Большое расстояние между глазами И в этом случае Если как бы мастера по инерции Рисуют акцент То есть на максимальную яркость Либо в середине Либо к верху Это плохо В ее было бы случай Потому что они бы опять Улезли наверх Нам надо будет там Ей прорисовать По нижней части акцент В этом случае Ну как бы и она азиатка Ей эта схема безусловно подойдет Но когда вы понимаете Что бровь сидящая На одном и том же месте Одной и той же толщины Ее можно выглядеть Она может выглядеть По-разному И делать так Визуальный лифтинг Когда акцент по верхней части Либо в середине Либо вы можете ее визуально опустить Когда акцент по нижней части Ширина остается та же самая И я вижу много мастеров Которые почему-то рисуют брови Вот на вот этой высоте Странное Всегда удивленное лицо получается Поэтому имейте в виду Что акцентами можно Следующий слайд пожалуйста Акцентами можно Делать ощущение Что бровь выже, ниже И что тут у нас А здесь это Верхняя часть брови Это условно европейская схема Это когда яркость максимальная У нас находится По верхней части брови И опять связки Которыми я пользовалась То есть вот эти вот Основные связки Которыми заполняется бровь Включите следующий слайд пожалуйста По-моему там будет Будет следующее видео Где я рисую тоже И я показываю Как я отрисовываю Конкретно Где я начинаю работать Я почти всегда Начинаю работать с хвоста Все-таки У нас технически Какие-то там проблемы Может у вас есть Пока вопросы ко мне Или нет Уже давно нет Уже давно нет Но тем кто начинает Вот эту рыбу Этот скелет Нарисовать Чтобы форму зафиксировать Наверное все-таки стоит И потом когда Вы стираете Вы начинаете просто Ее заполнять В зависимости от того Где вам нужно дорисовать Больше скажу Если у вас человек С бровями С какими-то остатками бровей Прорисовав схему И зафиксировав форму Вы должны заполнять Только пустые места Это большая ошибка Мастеров Которые равномерно Закрашивают всю бровь Несмотря на пучки Они их раздвигают Страдают Там прорисовывают И я когда-то так делала На коррекции Если вы понимаете Что у вас Все классно Все красиво Просто бледно То да По тем же волоскам Может быть вы уже Более осознанно Добавляете где-то акценты На коррекции Вы можете изменить Почти все Вы можете нарисовать Другое направление Ну это Там надо смотреть Как зажили волоски Ну какая форма Да Ну в основном Да Вы заполняете пробелы Потому что Часто они бывают Да Вот это видео Где мы прорисовываем Тут относительная очередность То есть опять я не говорю Что вот прям так и надо Вот акцент в центре И сейчас эту бровь прорисуем Но это удобный вариант То есть вы можете С этого начать И потом менять под себя Потому что Кто-то начинает с головки Кто-то сидит с одной стороны Кто-то начинает с хвоста Как я То есть это уже дело привычки И вы для себя поймете В процессе Здесь я показываю Какие связки Я прорисовала рыбу условную И вот просто Здесь конечно убыстренно все Просто вы вот этими Вот с пучками Которые я внизу нарисовала Заполняете 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 Смотрите Вот когда вы прорисовали Скелет Середину Вы можете серьезно Заполнять растушевкой То есть Либо таким быстрым волоском Как точки остаются То есть между Вашим пучком Вот вы нарисовали Вот такой пучок Вы можете вот так Закрасить даже середину Потому что Почти всегда Волосками яркости Не хватает клиенту Потом он приходит И говорит Надо сверху растушевку Мне мало То есть вы так старались А он пришел ему мало Ему не подходит А самое главное Не знаю Если у вас вот Большие расстояния Между волосками Не повредить Внешнюю часть волоска Внешнюю часть пучка Чтобы вот эта внешняя часть Не поплыла Но я сейчас вообще Работаю так Что в середине У меня почти нету Пробелов Потому что Знаете как Даже женщины Приходят и говорят Да не-не-не Волоски не хочу Давай мне растушевку Потому что Почти никто не хочет Видеть вот эти Очень красивые Как вот такие вот Узоры У себя на бровях Даже женщины Они хотят просто Равномерно Прокрашенную бровь Условно Акцент сверху Ну понятно То есть я либо Прорисовываю Прямо много волосков Рядом находящихся Между пучками Либо я просто Закрашиваю в середине И оставляю вот такими Воздушными и тонкими Внешние края Это Procreate Это самое популярное Для iPad приложение Оно стоит 700 рублей Скачиваете И сейчас Это кисть Ой это Карандаш для эскизов По-моему тоже Procreate Pencil Называется Да В волосках На всех типах кожи Справляется Белар Отлично Он короткоход Он идеально рисует линию Я им довольна В растушевке Я мне не зашел Вот прям вообще Не зашел Потому что Наверное Потому что Короткоход Если брови волосатые Если брови волосатые То тоже Мне не нравится им работать Потому что Все течет Об волоски Когда ты Дотрагиваешься Нет Для этого его достаточно Нет Когда вы хотите Сделать Беларом Такую идеальную Растушевку На брови И будете вот так Махать Прокрашивать Мне неудобно Когда ты делаешь Вот такие длинные Движения в середине брови Чтобы сделать ярче Его хватает Отлично Справляется Отлично Причем я знаю Много мастеров Которые делают Растушевки на них И нормально Мне следующий слайд Пожалуйста Диаметр иглы Чем я работаю 0,25 Игла Ну я вот тогда Эта процедура у нас Кстати Вы запустили 15 минут Или 30 Ну ладно Она будет очень быстрая Я работаю 0,25 И 0,18 На очень тонкой коже 0,3 Работаю редко Вот когда у меня Вот такие гигантские Широченные брови Иногда я даже Работаю двумя иглами Чтобы вот Самые вот эти Начало волосков Все-таки Вот это прикосновение Толщина иглы Имеет значение Потому что Там вздрогнул клиент Или там Ты не с той высоты Начал и уже прикоснулся Хотя думал Что в воздухе будешь И волосок Получается толстым Я люблю все-таки Вот эти Начало волосков Тонкие Поэтому самая ходовая 0,25 Как я рисую эскиз Постоянно мы дергаем брови Бровями Он держит Вот у меня Телефон Вот так вот В руках Чтобы я поглядывала Потому что Я просто Тупо срисовываю Точу карандаш Чтобы он был прям тонкий И рисовал Вот как волосок Прям Чтобы было Максимально похоже Располагаю акценты Сразу Потому что Я ставлю конечно точки Чтобы периметр Зафиксировать Во время работы Вот видите Они не симметричны Я этого и добивалась Когда мне пишут Почему они неровные Они не должны быть ровные Посмотрите на брови У моего мужа Это самые кривые В жизни брови Которые я видела Красная ручка Ну все вы понимаете Это пилот G1 Она почти не стирается К концу процедуры Ее нету Фиксирующая пудра Essence Все время забываю Как она называется Для того чтобы Ставить пальцы И не бояться Но пальцы тем не менее Должны быть сухими Потому что Мокрые все-таки стирают Видите Мне хорошо видно эскиз Я просто обвожу пучки Вот теми самыми Странными формами Вот этими растушевками Мои пустые пространства Между вот этими Волосками Пучками Это условные Блики Условные выгоревшие волосы Потому что Белый цвет Я вот вам не рекомендую использовать Я его использую крайне редко Его надо очень осознанно использовать Уже попробовав Уже понимая Как он ложится Потому что белый Заживает часто очень ярко И ничего с ним не сделаешь Он никуда не уйдет Поэтому наша вот эта Воздушная часть Сверху Это Пробелы между волосками И меньшая концентрация пигмента То есть даже если вы работаете Одним и тем же цветом Просто вы должны положить пигмента Меньше проходов И максимально ярко сделать Вот там в середине Там где вот эти пучки Там где у нас акцент Открою вам секрет Это не то чтобы Неправильно Но Так бывает Все заглубляются Да Понимаете И если вы вдруг Перестараетесь И заглубитесь в середине Брови Там где ярко Это вообще не страшно Это выглядит даже прикольно Это выглядит Как бы более Еще более реалистично Потому что Во-первых Как минимум Три цвета на бровях Обычно это Там Самый темный Почти черный Если это брюнет Какой-то коричневый И где-то какие-то блики И все абсолютно цвета Которые я использую Они все равно теплее Чем допустим Пучки бровей У брюнетов Моих мужчин Они говорят А халат Сирея еще Давай сирея То есть я уже думаю Реально черным работать с ними Вот И если вдруг Вы заглубитесь Где-то старательно Вот прокрашивая Да В середине Ничего страшного в этом нет Просто в этом месте Пигмент продержится дольше Вы понимаете да Принцип работы Там где вы работали Более поверхностно Он уйдет То есть брови визуально сузятся Но вот эта середина У вас будет прокрашена Пучки смотрите Ну прям Вы видите да Я перестала страдать Во время процедуры От того что я уже ничего не вижу У меня в глазах двоится Я не особенно всматриваюсь Потому что Вот это расстояние На вытянутой шее Работаешь практически Потому что Не надо прям так сильно Напрягать глаза Пытаясь попасть В тот же самый волосок Как вот раньше Мы это делали Если все-таки Вам зайдет работать С схемами То я рекомендую Работать не вот этой вот Линией да Сплошной А вот этими напыляющими Прошли полсантиметра На пару миллиметров Спустились Еще прошли полсантиметра И у вас таким образом Получается линия Которая уже максимально плотная То есть вы когда Сотрете Там будет волосок По которому Как бы вы условно Прошли там Три раза Портить глаза Портить глаза Не надо Так Что я здесь делаю В некоторых местах Должно было быть Помедленнее Чтобы вы понимали Но скорость движения Кстати это видео Я выложу на ютуб После конференции Поэтому Причем оно будет Длинное Максимально полное Вы сможете его просмотреть В головке Брови Помните да Волоски Никакие не длинные Вот эти вот Плавно соединяющиеся Сложные Мне самой было сложно Я профессиональный художник Мне реально было сложно Вот эти волоски прорисовать Вот так красиво соединить А потом он садится И говорит Ой А давай там Вот что-нибудь еще Чтобы он не был Таким идеальным треугольничком И мы там извращались Поэтому Три Три как бы Части брови Головки И волоски В разном направлении Довольно таки хаотичном Когда вы Отойдете Сотрете Вы поймете Что они слились В какие-то сложные пучки Переплетения Это проще Вы не заглубитесь И это реалистичнее выглядит Первый проход Анестезия На втором проходе Я Ну Там видно Наверное Что абсолютно Все видно Просто оно бледное Абсолютно все волоски Вот этими Растушевочными движениями Которыми вы все владеете Почти наверное Совершенствует Они простые И наверняка Кстати Многие из вас Полосили Когда ты делаешь Растушевку Задумался И такой стираешь А там такая полосочка То есть вот это Первый шаг К этому К волоскам идеальным Вы уже непроизвольно Научились делать Вот эти вот волоски Которые при помощи Наслоения пигмента Создаются Затем в середине Где я считаю Что у меня акцент Я просто работаю дольше Наша задача Вообще в идеале Пигмент положить Везде На одной глубине Понимаете Ну как везде Условно у нас есть Хвост Тело брови Излом И головка брови И вы понимаете Что головка Это более толстая Более толстый слой кожи Поэтому Пигмент должен лежать На одинаковом слое В головке В изломе И в хвосте Для этого места Потому что Если вы положите Пигмент На той же глубине В головке Он просто не будет виден И уйдет с корочками Поэтому Ваша задача Положить пигмент На ту глубину На которую вы кладете Растушевку Не заглубляясь Потому что Это движение Вот такие же ровно Просто в некоторых местах Вы уплотняете Делаете ярче Либо берете Более яркий пигмент Что тоже Вам жизнь упростит Потому что Иногда ты работаешь Работаешь А его все мало Цвета Насыщенности мало Тогда просто удобнее Взять более темный пигмент Так Для чего я использовала Белый цвет Тоже меня спрашивали Все-таки Иногда я балуюсь Белым цветом Буквально там Три-четыре Волоска в середине Чтобы просто Сымитировать Вот эту Вот знаете Выгоревший Какой-то Или Вот эту максимально Вот где у нас Бровь домиком Стала Максимально светлую часть Либо вы можете Просто оставить Это место Пустым И опять Вы должны помнить Что с расстояния В метр Примерно полтора Должна восприниматься Бровь И нет смысла Прорисовывать Эти идеальные волоски Потому что Потому что С расстояния в метр Их почти не видно И эта работа Все равно остается Плоской Она не объемная Не реалистичная И почти всегда Не нравится Клиентам Вопросы Я думаю Так как у нас Уже ждет Следующий Спикер Я думаю Что вопросы Лучше будет Задавать лично И прямо сейчас Какой вопрос Быстренько Вот один Какой А Традиционный Я сам знаю Какие вопросы задавать Аппарат Иглы Глубина проникновения В какую сторону Направляем волоски Что еще Я забыл А да И после какого срока После химиотерапии Обращаться к вам После химиотерапии Вы должны обращаться Когда доктор разрешит Вот отлично Я никогда сама На себя не беру Это решение Аппарат у меня Белар Либо Шайен Вот это можно делать Чем угодно Любым аппаратом Короткоходом Длинноходом Тем чем вы привыкли Делать свою растушевку Вообще без проблем Иглы 0,25 0,3 0,18 Если тонкая кожа Чем тоньше кожа Тем тоньше игла Все Глубина Глубину никто не знает Нет ответа на этот вопрос Отлично Но вот видите как Одним вопросом Мы сразу ответили на все